Популяризировать и развивать адаптивный спорт в Республике Татарстан, увеличить количество занимающихся физической культурой инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями. Вот главная цель проведения традиционного автопробега. Мы проводим уже 15-й автопробег. Изначально это был велопробег, спортсмены передвигались на велосипедах, на инвалидных колясках. Сегодня большие расстояния пришлось пересесть на машину. Мы едем с единственным девизом – мы за здоровый образ жизни. Агитируем за здоровый образ жизни, заниматься спортом, как инвалидов, как здоровых, потому что здоровым должен быть каждый. Ежегодно мы выбираем разные города и районы. Но сегодня мы выбрали и начали свой автопробег с Рыбной Слободы и заканчиваем в поселке Урусу, Ютазинского района. Мы не первый раз в этом городе. В вашем городе мы не просто автопробег, но и с другими мероприятиями, которые проводят наши ФСО инвалидов. Здесь у вас проводились и соревнования по Арбресту, по Чемпионату Республики, и по настольному теннису. То есть у вас город очень спортивный. Ваша сборная команда очень достойно представляет свою сборную команду. Еще раз повторюсь, город очень спортивный. И даже ваш город неоднократно становился победителем спартакиады среди инвалидов нашей Республики. Участниками автопробега в этом году стали 18 человек. Все они спортсмены-инвалиды. Среди них призер Паралимпийских игр Ирина Полякова, а также чемпионы России и Татарстана по паралимпийским, сурдолимпийским видам спорта и просто активные люди с ограниченными физическими возможностями, но безграничными талантами. Особенно радует, что ежегодно в автопробеге принимают участие чистопольцы. У нас четыре человека каждый год. И в основном одни и те же. Нынче у нас, правда, новый человек есть. Инвалид-коляшник, молодой парень Андрей Борхин. Я думаю, что это будущий наш спортсмен, будущий наша звезда. Мы так надеемся, поэтому его и пригласили. И у нас Татьяна Межарева, наша чемпионка многократная по теннису. Сергей Макасин тоже также теннисист наш сильнейший. Они, кстати, и чемпионы по туризму. И Светлана Минникеевна. Светлана у нас чемпионка вообще по многим видны спорта и шашки, и шахматы. И армрестлинг, и голбол, и все прочее, прочее. В общем-то, как говорится, звездные составы. Главная суть – показать, что инвалиды не просто сидят дома в четырех стенах, а они чего-то достигают и добиваются, и больших успехов добиваются. Как наша паралимпийская чемпионка Ирина Полякова. Это же о многом говорит, да? Человек без обеих ног. И, пожалуйста, такие результаты. Для участников автопробега в Чистополе была организована экскурсия по городу, а также концерт в Скорятинском саду. Следующим пунктом, где ждали автомарафонцев, стал Новошашминский район. Субтитры создавал DimaTorzok